друзья всем привет ну что наконец-то у нас настало лето весна пролетела незаметно три месяца было затишье никак не удавалось порыбачить что-то снять выбраться куда-то были на это обстоятельства но вот сейчас с делами со всеми разобрались вот поэтому будем начинать дальше снимать выбираться на рыбалке стараться конечно если ничего нам не помешает ну и в сегодняшнем видео по названию видео как уже могли увидеть будем устанавливать тахометр на лодочный мотор tahatsu 998 двухтактник поменял я свою пятерочку двухтактную на 9 и 8 в этом году отучился на права да вот была вся мечта отучился ну и раз отучился вот удалось поменять на более мощный мотор популярный мотор лодочный брал новый брал в россии у евгения рондика кто не знает ссылочку оставлю проверенный продавец но если какие-то будут дополнительные нужны вопросы ответы что-нибудь еще пишите отвечу обязательно продавец проверенный вот так что кого кому нужны моторы именно кто хочет японца обращайтесь к этому продавцу вот но не об этом небольшое отступление сделал сегодня в общем ставим тахометр на лодочный мотор в общем ставится здесь все просто покупается ссылку оставлю где брал освещение тут немножко плохое буду с переноской на улице дождь идет не могу выйти в общем закрепил я наш тахометр на румпель стяжками в комплекте которые шли мне не понравились тут два варианта протяжки провода под наш капот можно здесь пустить где идут два тросика на газ либо можно вот было пустить здесь пробить мембрану ну уже не пробивал пустил мне здесь понравилось единственно провод мягкий пришлось использовать маникюрные ножницы сейчас наверное покажу поближе как это сделал в общем маникюрными вот такими маленькими ножницами взял передавил провод там ничего не не повредил его и туда внутрь просунул с той стороны зажимом этим хирургическим которым извлекаем рыбу сейчас покажу вытянул провод вытянул провод здесь вот провел ненужный провод который он у нас получается длинный я взял скрутил и на стяжку он туда внутрь все это запихнул сам провод закрепил тут разницы нету можно мотор двухцилиндровый можно на верхней можно нижней я закрепил на нижней конечно же как всегда черный изолент у нас нет поставили пока временно на синюю но так наверное останется в принципе все по установке здесь ничего сложного там вот провод застрял хочу достать показать поближе вот получается вот этот провод вот я взял на стяжку которая шла в комплекте и он туда так поместил чтобы лишние провода бы не мешались все в принципе установка понятно сейчас наверное покажу поближе саму коробочку артикул кому нужен на тахометр тахометр повторюсь брал на зоне с батарейкой со сменной удобно сейчас покажу по режимам как выставить наверное ну а уже когда будет открытие через недельку у нас витебская область у нас последний в беларуси открывается по покатаюсь здесь выставлю 10 часов по обкатке он потом не просигнализирует обслужу мотор поменяя масло и буду кататься дальше рыбачить ну в общем приходит вот в такой коробке здесь вот вот штрих-код если кому надо вот номер тахометр китай продавец захарчук вот в таком здесь инструкция две стяжки и батарейка но и стяжки я уже использовал здесь инструкция на английском здесь можно перевести все как что да как настраивать но я сейчас покажу наглядней так будет проще наверное так ну здесь две клавиши на нашем тахометре с 1 и с 2 с 1 отвечает за режимы поскольку моторы бывают двухтактный четырехтактный ну мало ли кто не знал одноцилиндровый двухцилиндровый но вот у нас мотор двухтактный двухцилиндровый нам нужно выставить второй режим чтобы правильно показывались наши обороты на холостом ходу ну и также когда мотор будет в движении чтобы нам выбрать наши режимы зажимаем две клавиши с 1 и с 2 на 4 секунды видите вот выскакивают наши режимы и клавишей зажимаем и клавишей двумя клавишами точнее неудобно показывать сейчас сбилось и снимать одной рукой и показывать неудобно вот нажимаем вот выскакивает режим все вот второй выскочил режим зажимаем две клавиши как нужный режим нам появляется отпускаем и все уже наш мотор настроен продемонстрировать как он правильно показывает или нет буду уже на открытии но тут в принципе все понятно по паспорту у каждого мотора есть максимальный минимальный оборота на холостых должно сколько показывать вы уже в принципе если неправильно выставить и тут можно пощелкать ничего страшного ну и в ничего страшного если ошибетесь можно выставить ну и теперь давайте выставим сервис сервис выставляется клавишей с 2 зажимаем и вот видите здесь у нас нули получается нам нужно выставить 10 10 часов чтобы нам выставить 10 часов вот мы выбрали клавиши с 2 единица вот у нас стояла и клавиши с 1 листаем до нуля 6 7 8 9 0 отпускаем нажимаем клавишу точнее нажимаем держим с 2 перескакивает на вторую двойку нам надо на тройку и теперь клавиши с 1 ставим единичку все у нас теперь вот 1 0 0 это 10 часов после 10 часов обкатки нашего мотора он нам просигнализирует и мы сможем обкатать наш мотор видите немножко постояла мы ничего не делали она все зафиксировалась соответственно если нам после обкатки когда мы сделаем ты о нашего мотора мы делаем далее друзья мы уже выставляем по книжке через 50 там ото часов чтобы нам сделать наше то мы тогда делаем вот так ставим 50 и через 50 мото часов наш лодочный мотор тоже нам просигнализирую точнее тахометр что нам нужно делать то ну и соответственно если мы хотим через 100 мото часов чтобы нам просигнализировал мы тогда наши значения немножко делаем по-другому делаем тогда вот так ставим здесь 0 а вот здесь ставим единичку и соответственно вот это будет 100 мото часов в принципе наверное все понятно рассказал объяснила если еще нужно будет буду обкатывать мотор и все покажу сейчас видите по нулям когда у нас мотор будет работать здесь будет соответственно меняться цифры сколько наш мотор наработал когда мотор не работает наш тахометр гаснет соответственно когда мы потянем ручку стартера заводится наш тахометр загорается в принципе вот такое небольшое видео по установке получилось установку саму протяжку проводов я думаю показывать нечего тут главное показать было как вообще режимы где заказать тахометр как поставить можно принципе видео хватает таких но кто-то тут протягивает но в основном протягивают здесь провод но я захотел уже со всеми проводами вот где идут тросики протянуть тут мне как-то больше понравилось вот ну в принципе немножко игры дождь идет темновато больше показывать нечего обзор наверное сниму уже на воде на мотор так что если кому нужны моторы там не хочешь не хочет mercury тахацию есть еще евгений возит ямахи так что может кому будет интересно переходите в описании и смотрите так что вот такое коротенькое видео сегодня получилось надеюсь данное видео вам понравилось было полезным если понравилось поставим палец вверх напишем свой комментарий на вами как всегда пожелаю счастья здоровья любви ну и до новых встреч пока встретимся на воде